Сегодня в экономическом календаре. В 10.15 будет опубликован объем розничных продаж в Швейцарии, который является важным индикатором потребительских расходов и развития экономики в целом. Значение показателя выше ожидаемого уровня приведет к покупкам швейцарского франка. Также в 10.15 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Испании, позволяющий оценить силу промышленного сектора. Данные ниже прогноза могут увеличить продажи европейской валюты. В 10.30 ожидается публикация индекса деловой активности Швейцарии. Показатель ниже ожидаемого значения укажет на негативный рынок для швейцарского франка. Затем Market Economics опубликует индекс деловой активности в производственном секторе по ведущим экономикам европейского региона. В 10.45 выйдет показатель Италии, в 10.50 Франции, в 10.55 Германии, в 11.00 еврозоны. Улучшение прогнозов приведет к росту спроса на евро. В 11.30 будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе PMI Великобритании, который позволит оценить состояние британской экономики. Снижение показателя относительно прогноза негативно отразится на британском фунте. Можно ожидать продажи. В 11.50 выйдут данные аукциона по размещению десятилетних облигаций Испании. Динамика доходности облигаций используется для оценки государственного долга. В 15.30 в США выйдет число первичных заявок на получение пособия по безработице. В 16.45 Market Economics опубликует индекс деловой активности в производственном секторе США. В 17.00 выйдет важный показатель экономики США, имеющий высокую степень надежности – индекс деловой активности в производственном секторе от ISM. Значение индекса ниже прогноза приведет к продажам доллара. Одновременно с этим показателем будет опубликован индекс занятости в производственном секторе от ISM. Ухудшение ожидаемого уровня индекса снизит спрос на доллар. В 21.30 с речью выступит член ФОМС Джон Уильямс. Его мнение влияет на кредитно-денежную политику Комитета по открытым рынкам ФРС. Тезисы выступления Уильямса могут вызвать повышенную волатильность на рынке. Не пропустите, завтра в 15.30 по московскому времени в США одновременно выходят сразу два важных показателя – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и показатель уровня безработицы в стране. Этот мощный тандем экономических данных может оказать влияние на позиции американского доллара и открыть возможность заработка. Следите за экономической статистикой, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.